Всех приветствую! С вами Юрий Шулипп, Провед, политический эксперт, почетный консул Ченской Республики Чкерия в Украине. Сегодня, когда записывается этот выпуск, 9 мая 2023 года в Киеве и, соответственно, во всей Европе празднуется День Европы. А в Мордоре и в Аду победобесье. Меня просили ответить на вопросик, почему в прошлом году Путин встречал свое победобесие в гордом одиночестве, а в этом приехали аж целых 7 лидеров стран-сателлитов или государств серой зоны. Да все потому, что с 24 февраля 2022 года такие страны, ну отчасти как временно оккупированные Россией, та же самая Республика Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, а соответственно ряд иных азиатских стран, стали использоваться в качестве, это действительно так юристы говорят, серых зон. То есть стран по параллельному импорту и прочим различным теневым махинациям обход санкций. То есть это все страны серая зона. Но, конечно, политически это огромнейшая ошибка всех этих баев. Почему? Потому что раз приехали к Плешевцу на победобесие, значит таким образом они основному сообществу показывают, что разделяют ценности российского фашизма. Ведь я кратко вам скажу, что такое победобесие. П победобесие это недобитый советский красный фашизм. И он возник в результате того, что мировое сообщество в 1945 году не осудило советский фашизм и советское руководство наравне с руководством Третьего рейха. Так же, собственно говоря, как это было сделано и с гитлеровской Германией. Хотя советский фашизм, он больше виноват в развязывании Второй мировой войны. Я напомню, что 17 сентября 1939 года Сталинский ССР вступил на стороне Гитлера. И даже вместе с Гитлером во Вторую мировую войну оккупировал часть Восточной Польши. И за это абсолютно на бывшем Нюрнбергском международном уголовном трибунале не понес никакого наказания. И так же, соответственно, Советский Союз не понес наказания и за военные преступления во Второй мировой войне, и за преступления оккупации стран Центральной и Восточной Европы с 1945 по 1989 годы, когда эти страны были оккупированы под прикрытием организации ОВД. Это организация стран Варшавского договора. К величайшему сожалению, и война Москвы против Чеченской республики Чкерия, Грузии, Украины, Сирии, оккупации Молдови и Приднестровья, все это и есть результат того, что советский фашизм не был осуден. В результате он выродился в рашизм, потому что после распада Советского Союза у бывших Совков, которые стали потом расшистами, возник болезненный запрос на геополитический ревизионизм и экспансионизм. И Четвертая мировая гибридная война, которая сейчас ведет Путин против коллективного Запада, является, соответственно, органическим продолжением Третьей мировой холодной войны, которую вел бывший СССР против коллективного Запада. Да и также стоит отметить, что оккупация стран Центральной и Восточной Европы и Советским Союзом в начале 1945 года, после того, когда Гитлеровский Третий Рейх капитулировал, является нарушением Ялтинско-Поздамских соглашений. Поэтому эту оккупацию во многом западное сообщество не признавало в качестве легитимной власти на этих территориях западных стран. Теперь кратко по поводу самого победобесия. Оно было бедным, прошло лишь всего 45 минут. Но, смотрите, 45 минут это проходит в школах уроки. Из всего авангарда был танк Т-34, который в 1934 году был поставлен на производство. И то выехал только один, чисто символически. Ну и следующие символы, которые там были, это ярсы. Потому что ярсы, это их главная духовная скрепа. Как говорится, для Пляшева, внуленыше наше все. И, понятно, не было воздушной части. Бессмертный барак тоже, бессмертный полк, то есть, тоже, естественно, не принял участия. И Путин, вот что еще нужно о нем сказать. Если бы не эти азиатские баи вместе с Лукашенко, то тогда, соответственно, вместо Путина был бы на победобесе двойник. Ну или, как на языке ФСО, это принято говорить двойка. А поскольку приехали эти среднеазиатские баи вместе с Лукашенко, то решили пустить его в оригинал. И мы знаем прекрасно, что у Путина не совсем все хорошо со здоровьем, поэтому они решили провести само победобесе в формате 45 минут. И, кстати, обратив внимание, у Лукашенко не было колорадки. И все остальные, в общем-то, тоже, такие, например, как Такаев и Рахмон, они вообще не имели никаких на своих пиджаках знаков отличий. Это очень, кстати, хороший знак. То есть, в этом, по крайней мере, видно, что Лукашенко во многом, скажем так, не разделяет идеологию, и те, кто не имел колорадки, значит, они не разделяют идеологию рашизма, российского фашизма. А приехали они, вот еще раз сообщаю нашим зрителям и слушателям, для того, чтобы поддержать пришивца, так как они слишком сильно разбогатили на различных схемах по обходам санкций и параллельному импорту. И ведь, кстати, не случайно 11-й пакет санкций Европейского Союза как раз именно устанавливает санкции не к российским юридическим и физическим лицам, а к тем компаниям, которые находятся в странах бывшего СССР и помогают России обходить санкции. Это, кстати, я считаю, очень важное и правильное своевременное решение. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, распространяйте это видео как можно широко. Слава Украине, слава ВСУ, смерть российско-фашистским захватчикам!